всем привет с вами Вильям СТВ и мы сегодня как всегда с папанькой привет ребята будем тестить чешский паёк вскрытие так скажем этого пайка мы произвели в онлайн на стриме который был первый стрим на ютубе у нас с отцом многие успели поучаствовать там в коментиках пообщаться в общем было здорово очень приятно да нормально клёво и перед тем как начнем этот обзор я хотел сделать такой небольшой к вам ребятки обращение такой просьбы да часто мы наверное встречаете да в комментариях много положительных комментариев но канал вы наверное заметили особо не растет поэтому нужно вот сейчас очень сильно ваша поддержка давайте я это видео когда мы полностью это снимем вы посмотрите на ютубе первая ссылочка будет в описании под этим видео мою группу вы зайдете в мою группу и сделайте пожалуйста репост этого видео себе на страничку вы этим поможете развитию так скажем в массы до выдвинуть это видео ну и так как сейчас такие финансовые такие так скажем трудности поэтому что я могу вам предложить ну я могу вам предложить просто человеческое спасибо каждому лично зайду и поблагодарю тот кто сделает репост потому что сейчас что-то как-то не особо этот ремонт затянул так далее так далее сейчас надо будет искать еще добавочную работу и это наверное ухудшит выпуски то есть будет реже где-то может раз в четыре дня ну а если пойдет нормально опять нахлыв просмотров то возможно что-нибудь где-нибудь придумаем какой-нибудь там совместное с какой-нибудь фирмы какую-то тематику там откроем да и возможно они помогут вытащить из такой засады в общем но не будем о грустном в общем ребятки всем спасибо кто поможет ребята как бы всегда привык верить людям и хотел бы заранее благо было поблагодарить вас за участие в развитии этого канала если вам конечно это не безразлично спасибо заранее ну и вернемся наверное к самому пайку а значит давайте наверно пробежимся это у папани часть сладкоежки короче сюда паек для сладкоежки то есть вот эта сторона вот это все это напитки повидло шоколад а жрачка антамины кофе сахар сахара так нормально нормально чай то есть вот это все для сладкоежек а это уже серьезная пища ну вскрытие показала ребята как говорят врачи есть недостатки ложек нет вилок нет горелки нет ну в европе там жара там африка там не надо разогревать может там все и горячее или они привыкли на холодное все кушать ну чем они будут кофе чай заваривать непонятно где кипяточек брать у них наверно как копам горячее водоснабжение подведено может быть не знаю но вот ребята как бы такой вот получился не спичек не чего ну хотя кстати у нас вот тоже вот был тот паек который мы первые российские пробовали вот этот помнишь который я тебе подарил вот этот белый белый помнишь на рп да 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 вот в нем тоже же не было этого кругу кружек у меня кружек не кружки они как бы у солдата но в чем разогреть может может быть у них тоже есть ложка вилка с собой как и в российском котелок и так далее но не спичек не сухого спирта где на чем разогревать а в европе ветку сломай зеленые прибежали второй фронт да все опять война ребятки а еще этот паек пришел прям вообще четко прям попали тут праздник был тот кто не знает пропустил этот наш стрим был день войск против воздушной обороны как раз мой профессиональный праздник и вова как раз день в день подгадал вова спасибо еще раз тебе большое за басячий подгон именно басячий жест вот ну наверное давайте теперь а по вкусняшкам так скажем вот вова видео говорит что мы не культурные люди и вот грязными руками употребляем пищу они предусмотрели вот такую вот салфеточку в этом пою влажную влажную до дезинфицирующих пахнет лимончиком приятный запах так что вовик спасибо за напоминание мы вот как ты и учил ручки дезинфицируем да вот понял вовчик не один я твой я обзорчики смотрю в общем все в теме тут короче всех подколов твоих вот ну и давай наверное пробежим это я тоже хотя бы вытру а то вовчик скажет папа не вытер а ты-то нет это нет он и тебя критиковал в общем так давай наверное теперь пробежимся в общем под этим банком что содержим потому что не все видели онлайн стрим а так значит здесь у тебя что идет это у меня гуляш ребята а здесь у нас идет говядина говядина и получается вот так вот это все выглядит нарисовано конечно кроме 2 банка вот так вот ребятки это все выглядит значит следующее что у нас идет это у нас идет паштетик вот такой причем паек чешский а паштет турецкий да вот эти дела а этот у нас тут тур 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 турец да турецкий паштет а это у нас ребята куриное мясо курицы мясо курица вот она ребята небольшая такая баночка немножко немножко видать пока ехала помялась примялась ну попробуем ну и галета причем уже знаешь вот почта россии делают свое дело уже не знаешь внутри прям что-то там аж сыпит такое ну я не думаю что это почта россии потому что ну паек это же не на пухой его пили не носит боец должен покидать бежать где-то он должен тарабаниться он не должен так разваливаться но ну посмотрим рассыпать ну давай наверное галета я начну открывать а ты открывай наверное кучу у нас там первое ну что начнём какое-нибудь вот горадину наверное попробуем это не галетики смотри это короче знаешь как вот этот продается для похудения такие эти продаются как эти воздушные пластинки такие я сказал русская так скажем ребята вот так вот она залита какой-то жидкости не очень аппетитные не очень аппетитно пахнет но галета на вкус вот такого плана в общем вот так вот они выглядят вот такие вот внутри то есть сломаются сыпься нот как вот эти вот наши вот особенно любят когда худеют там сидят они в европе привыкли к таким фигуркам так значит это вот у нас такой там два вида галет стас открывать цветового цвета ржаные так скажем в общем так давай наверное ну инструмент поделись инструментом что ж ребята приятного аппетита если вы с нами решили разделить трапезу вам приятного аппетита а мы начинаем что дегустацию ребята по моему надо кушать ложкой да вот у нас есть кстати 1 чайная ложечка бери чайную ложечку вот салфетка есть можешь вытереть салфеткой ну чё как держи ножку а я дай-ка попробовать это наколоть по вкусу я бы сказал что его бы к чему-то вот какой-то бы кашки картошечки она бери мишель полить для мишель подпалить ребят ну я тебе скажу такой простой наш как у нас продается же вот таким да тушеночка такая простецкая ничего особенного да честно ребят это вот как сейчас в магазинах продаются короче ну вот он смотрите тут практически вода тушеночный практически нет один сок получается тушеночный то есть его вот им бы клёво знаете вот рис сварил там полил там вермишельки какие-то вот это вообще было бы здорово поэтому ты знаешь что-то мне кажется нам двоим даже вечером вот так вот посидеть и наесться не нет ну это китайский вариант ребята знаете как рыбу продают льдом залили залили заморозили а потом ну и сейчас и у нас в россии тоже который так это рыбу делают так это у нас идет уже второе почему у нас тут порк порк галаш какой-то так так ну пробуем гуляшик тоже гуляшик ребята походу это одной фирмы короче с одного крана наливали одна и та же фирма также видим да что-то льется льется где-то там мясо может быть на дне остается ну есть есть несколько кусочков давай бери этот кусочек я сейчас себе тоже я попробую это получше это прикольнее да получим получать затем ну и по цвету там либо цвета по моему томат добавлен да здесь что-то такое томатное чувствуется томатная паста что-то просвеживается так что эта вещь интереснее поинтереснее так так следующее наверно давай попробуем этот чикен куриное мясо до чикен чикен так сейчас бы еще открыть его ты зараза аж этот аж пальцы дай-ка проткнул запакал она нормально для стекли не оторвешь так открываем так виде паштетика выглядит вот таким вот образом и сон так давай наверное галетину намажем намажем много навалим на кинге кусочек ты покиньте чудом черта бы не размазывается как колбасный фарш типа такого сочи типа больше дома ну так вот вот а что-то я те как-то маловато 1 понятно понятно конечно зажал я наоборот не траванулся мало ли да понимаешь я и букашек заточил так как я и говорил ребята напоминает колбасный фарш только куриный такой вот ну вот это нормально у нас кстати такой вот тоже где-то продается я пробовал что-то в этом роде похоже то есть ничего такого необычного здесь нет честно скажу не не из филе его молотили что-то там на сбах попадаются какие-то хрящики ну простой такой знаешь фаршик который воду такой продано не фаршик а этот как его паштетик грубо говоря который продается у нас вот везде бывает такой значение не элитный какой-то такой простой фирмы среднечковый так скажем но главное что съедобно это уже как-то более выглядит аппетитненько так следующее у нас вот такой вот идет паштетик то есть турецкий да так но я возьму так ты какой черный брон надо же белого белый посмотрим а эти как черный война принципе мне знаешь вот прям вот они напомнили фитнес галеты ну-ка так держим есть такое дело этот этот консистенция помягче действительно как паштет идет ребят не как колбасный фарш там где так пробуем ммм вот эти галеты мягче слышишь да то есть эти они такие по жестче по воздушней а эти как-то более сплюснутые таким мягенькие то есть это ну принципе вот этих напитков не зря положили если эту баночку на вернуть она чувствуется печеная такая перченая чем черный перчик есть вем так это после этой перченой пищи и действительно захочется вот нет такого жене так скажем сильно вот именно появляется желание пить так наверное я сейчас со стола быстренько это все уберу чтобы 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 ребята могли посмотреть так и сейчас наверно приступим к напиткам так я тут запасе кружечками в общем наверно начнем вот с этого витаминного напитка витам дринг там короче идет короче сбор витаминов b1 b6 b12 которые знаете вот это мельгама которые колят в мышечную так скажем эту точку здесь b6 b12 b9 и витамин c как я понял такие же как растворим они же сейчас все эти кинули кинули таблетку шипучки да типа у пса у кота так а что в таблетках опа понюхай понюхай химии класс какой химии ты чё ну химия это понятно конечно в конце но но приятно но приятно но приятной химии слушай вообще классно в общем засыпаем там надо всего вот такого цвета 250 грамм по-моему такой порошочек у такого вот цвету которая становится шипит смотри ну я ж тебе говорю как нифига себе так сейчас мы давай наверное холодненько холодненько воды простой нальем значит водички пол кружечки много не наливай 250 грамм должно быть так что то оно как то а ну вот оно шипит в общем растворяется сейчас мы с тобой продегустируем данный напиток так сейчас у меня вот ложечка очень напоминает действительно вот знаете вот это у пса и так далее как вот его кипятком правда ее заливали в общем ребята это напоминает в детстве немножко кидали соды лимонной кислоты и пищевого красителя вот он шипит шипучка вот что-то типа такого такой немножко розоватого цвета получилось ну ладно вот такой вот напиточек давай наверное нет ты ты давай да я ну ладно тебе он по запаху понравился а мне так он почему-то химии мой мой нос не обманешь что-то какой-то вот ребята химией медициной вот аптекой какой-то пахнет вот это вот с витамином С вот походу здесь вот там же витамин С был вот это вот он и есть короче да вот лимонный привкус потом в конце остается такой лимонная кислота но зато там зарядишься витаминчиков прикинь b6 b12 вообще в норме будешь так что четенько не а не хочешь не такое не зашло до медициной пахнет это отставляем в бок так следующее это у нас сахар сахару немерено накидали вот она может быть мы перед тем как кофе кофе вот этот вот не хочу есть такой напиток напиток напой какой-то на напиток напиток теплана короче открываем не будем долго затягивать да что-то прорези по моему нету а вот он нашел нашел значит короче на сегодня там мама не за кадром все хочет нам помочь так значит это разводится тоже на так так-так-так-так-так-так-так короче ладно знаете как это читать это не для нас вот так вот на глаз и пану на масс так наверное это тоже на простой водой надо это же напиток потому что кипяточком я чай чай да кофе и за о шоколадку мне шоколадку интересно затестить я узнаешь я же любитель сладкого ух ты это будет юпи опять юпи персик скорее всего по виду и по этому ну сахару там нормально было судя по сахарку далее как нормально как это нормально варятся колешки что если короче у тебя что-то там начинается с памятью ну так вот знаешь немножко там провалы какие-то сахарку побольше бахнул и прям сразу у тебя заряжается мозг там вообще да 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 вот этот сахарок надо кушать этот поет же там у тебя накопились токсины ну сахарку с водичкой и все это выходит да 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 так ну а чё пробуем червяков кушал ему сейчас уже ничего не грозит пробуем апельсиновый по моему так апельсиновый что такое ну пахнет до апельсинчиком не кстати нормальный ну как бы химоза чувствуется что немножко химия да но по вкусу такой приятный нет ребят как сок да вот это вот напиток это скорее всего вот как продается это не соком нектар да вот там все это классно это круто так следующее наверно у нас хоп сейчас весь весь запас кружек короче который у меня есть из дома у нас побывает на столе так теперь наверное давай кофейку кофейку и кофе вот эту штукенцию попробуем с клубничкой джем я пока джем открою личный ну что то он по цвету по цвету как яблочный улет так значит это чё кофе кофе да засыпай ну в общем кофе здесь ребята написал 2 грамма так сахаром надо заодно затестим сахар сладкий или несладкий а то бывает у нас в магазине вот я зашел купил блин три ложки можно пахнуть этого сахара он нифига не сладкий а бывает там пол ложки долбанешь и уже нормально смотря видать из чего еще там химичат поэтому ну вроде нормально так сейчас еще один нет держи хватит наверно так держи это вот с повидлом пробуй повидло а я сейчас пока кипяточек налью кофе и вот этим а у них сливок нет да как я понял нет сливок крошится немножко ну это белый же понимаешь не черный черный вот он более такой нормальненький так я но повидло ничего пылесосить подметать тебе но крошится ребят горит и действительно нашим пакет эти печеньки как она немножко мятная что ли что-то мне так показалось помимо того что клубничный еще немножко мягко какая-то кислинка есть не знаешь такое как после ронда какой-то во рту так освежает прям не то что вот просто сладко именно как тут такой появляется прям свежее дыхание так скажем почему-то ну как бы ребята не как наше повидло что-то к мармеладу жалей как-то желейная до такой консистенции как бы не так раз как вот наши яблочном повидло размазывался как бы будем мешать этим сахар немножко есть такой да какой-то такой свежесть какая-то как от ронда от орбита какого-то что-то такое кислинка какая-то есть ну и что-то как-то вот такой вот нет по вкусу ну что пробуем кофе я потому что кофе редко пью ребята я узнаю ну сразу как бы чувствую кофе такое знаешь как этот как якобс манавк что-то такое такого ярко выраженного запах от кофе немножко кстати зернами отдает после вкусе то есть нету такого что выпиваешь и вот потом вот такой вот знаешь какая-то химия вот сейчас немножко пройдет время и вот почувствуешь такой привкус кофейный то есть в полости есть да такое немножко да что-то но немного не сладко нет не сладко но сахара наверно не зря не сколько положили в общем сахарок ребят не славе не наш который свекольный так сейчас беленький беленький у них такое как этот но и я пока короче заварю чайчик здесь вот ну да 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 я смотрел так значит вот такой вот чай простой в пакетике черный а у тебя тоже черный вел 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 сатья так значит закидываем пакет до черный написано по-чешски черный как наливаем у нас значит чайчик сейчас посмотрим кстати как по заварочки это у нас вот бывает один пакетик ну вот у солдат можно заварить знаешь как это ну сколько краски добавил шоколадочку ребята сейчас мы откроем посмотрим что чайчик чай у них нормально заваривается то есть нет там прям сразу краски шоколад ну шоколад поломался вот такой видать идет ровненький как дольки от обычной шоколадки вот так вот они выглядят с таким немножко рифлёностями сверху ну давай попробуем нормально кстати шоколад дешево не сладкая плитка чуть он насчет шоколада молодцы вкусный типа нашего бабаевского да и не горький ну и не сладкий и не горький такой посередине как там нормально начнем шоколадки молодцы так наука и снизу такой ну правда после шоколада оценить вкус чая когда у тебя полностью все сладкое это трудновато вот аромат шоколада и кофе вот это сочетается и потому что сахару пожалел ну так я специально я понимаю чуть-чуть то себе там ктику что потом заточить чай вроде знаешь конечно не такой как ты завариваешь а это такой знаешь но ты же любишь там в чайничек ну вот это вот нет не любитель вот этого вот в пакетах потому что они мне почему-то пахнут бумагой вот этой на пуши я люблю чай сам листовой туда добавляю травок с каких мне по вкусу хочется нравится туда добавляю сушеные землянички или каких-то других ягодок сушеных он привез сейчас мяту там добавлю мяту и кидал туда приятный и вот покрепче покрепче да это тут слабенький но зато наверно он без всяких красителей ну без красителей и кстати по вкусу кстати очень похож вот и попробуй вот по вкусу прям похож на простой слабенький чай ну да ребята просто чая то есть не какой-то краситель там вот у нас немного другой все-таки вкус когда вот эти пакетики завариваешь здесь как будто чай но просто вот твой чай ну такой нормально разбавленный водой в несколько раз очень очень сильно разботяжены да ну и наверное давай жвачки в конце вот у нас за что там тут таком пакетики интересно интересно но они все в одинаковом пакетиках блестящих бубль гум бубль гум я давненько не желал бубль гум давай я попробую найти вот здесь можешь по центру попробовать нет смысле вот так вот нет дай вот так тут они знаешь как современно молодежно понаделали немножко руки нет они знаешь еще с этих шоколадок еще и после этого они скользкие современно молодые уже все руки в краски отзади ребят от этой фольги он все надписи надписи на эти надписи стираю стираются то что еще руки в этом держи тогда с упаковки бери а то так или вот так на ладошку простые жвачки вот такие вот подушечки идут как и везде как это как в рекламе там 2 знаешь сразу закидывают это правильно типа да на ох ты и нормально так на танцы ну что я вам хотел бы сказать ребятам по сравнению с нашим пайком даже вот этот эрпешный до которым до минусы значит мясо к нему к мясу нету никакого гарнира 2 я не знаю конечно как там у них по рациону вот этот пайок но две пачечки галет которые сыпятся крошатся я считаю что для такого объема мясных продуктов этого мало да и ну что-то не зря не наложили столько всяких напитков немножко все как-то несбалансированно хочется пить да нету ложек нету сухого спирта не на чем даже эту ничек нет разогреть ну спичек нет то есть вот такие как бы замечание замечание по этому пайку так я в принципе думаю одному человеку на день ну я не знаю мало мало это надо каким-то корейцем быть что ли маленьким таким может быть не корейцем но чтобы прям вообще мало мало ел потому что здесь я тебе скажу что я если один бы наверно эту банку бы заточил и она ну там жиденькая да ты как как супчик попил ты через два часа опять будешь голодный супчик она хорошо бы попил там это все ну надо хлебушка с чем я бы на каши это что как его утолить голод да чем-то чтобы это дополнение было но здесь ребят маловато маловато сладенько да в общем паек съедобный интересный интересный так это по вкусовым качествам мы вам свое мнение сказали а вот по недостаткам тоже пробежались ну и наверное ребятки будем заканчиваем будем заканчиваем еще раз я хотел поблагодарить ребятишек которые оставляли добрые пожелания мне и твоему каналу спасибо ребят я хочу чтобы наше сотрудничество или как наше взаимопонимание вопросы ответы принесли вам какую-то пользу ну и интерес какой-то развили мы будем стараться с вашей помощью раскручивать дальше канал и почаще снимать видео все на этой ноте до всем спасибо всем привет с вами вели мастер и сегодня мы будем тестировать вьетнамский и китайский деликатес вот так вот это выглядит многие уже успели оценить тизер и проникнуться всей ситуации которая будет сейчас происходить у вас на глазах